ну и пока владимир поздно своей брови держит кнопочку подписки на канал я запишу свое вступление 50 выпуск друзья его с этим поздравляю у нас как раз сегодня очень нестандартный гость не предприниматель иван суровила журналист он берет интервью известных ребят таких как алексей венедиктов макс поташов и федор овчинников и кстати именно после поста феди фейсбуке я узнал осуществление ивана это что он делает свою персональную email рассылку и у него в базе 50 тысяч подписчиков открываемость достигает 90 процентов я подумал может быть это классный инструмент в том числе для предпринимателей о том как создавать новый канал коммуникации со своими клиентами я надеюсь что будет полезно увидимся с вами в конце выпуска тебе 19 лет да да ты 2018 году ведешь текстовый блок на собственном домене делаешь личную рассылку глубоко забытый жанр чаще происходит просто мне кажется что текстовый блок к это как бы как такая классика а и плюс производство текстового блога надо вкладывать гораздо меньше ресурсов чем производство этого видео и ты увидел почему сейчас мы полчаса готовили все да у тебя есть текстовая рассылка я последнюю личную email рассылку читала на в году 2003 насколько сейчас вообще этот жанр востребован есть раскорное мнение что поиск текстовых рассылок вот это он уже ушел но мне кажется что на самом деле поиск то еще не пришел он еще где-то там он еще не показался даже платформе и я был наверное одним из первых кто вообще делал текстовую рассылку в россии и наверное с этим связано такое количество подписчиков ты мог бы и каким образом ты мог бы рекомендовать делать личные рассылки например предпринимателям то есть у которых есть бизнес которые что-то делают производит или оказывает какую-то услугу будет ли этому им полезно мне кажется что сейчас начинает делать личную рассылку прям самое то потому что хорошие личные рассылки сейчас можно пересчитать буквально по пальцам двух рук поскольку личных рассылок мало очень просто сейчас войти в этот рынок мой черт занять какую-то нишу ниша предпринимательства пока не охвачена мне очень не хватает рассылки по какой-нибудь чувак начал продавать допустим вот эти сегвеи и рассказывал бы о том как он продает там какой какой у него за каждый день выручка и каждый день это приходило мне письмом тип того что делал федор общинников своим блогом хилома да но он делал это на более массовой платформе почему сейчас инвестировать свое время и возможно какие-то деньги в личную рассылку по твоему это потому что рассылка это намного более личный жанр чем какой-нибудь блог учитать и рассылки складывается некоторое ощущение что автор пишет лично ему из-за этого складывается некоторое доверие с автором вот не знаю как в чем проект между подкастом и какой-нибудь тем аудио дорожкой подкастом тебе прям больше говорит это гораздо более личная штука хейтеры есть прям каких-то ярко выраженных к счастью нет есть какие-то люди которые просто считают я перерасценен на очень любит считаю встречи это проектом проект варламова проект красильщика проект лебедева но на самом деле не так я просто делаю то что мне нравится и все ну а если был бы выбор чьим проектом стать кому ближе было бы ну собственно проект на мордах это честный ответ вообще проектом ганди неплохо было бы мне мне просто нравится как человек твои советы делать качественный контент единственный совет делать контент которым людям будет классно читать и которые будут который будет им интересен это такая довольно банальщина но так работает ну не знаю банальщина или нет понятно что я сравниваю немножко разные вещи но например на ютюбе недостаточно делать просто качественный контент ему нужно продвигать обязательно понятно конкуренция здесь значительно выше youtube эта платформа естественно там большая конкуренция а когда держишь рассылку ты ставишь твою платформу у тебя на ней нет конкурентов у тебя есть конкурент только между другими платформами между другими рассылками и продвигать свою рассылку ну довольно просто ты пишешь фейсбуке ребята у меня появился рассылка подписывайтесь а есть хочется больше ты делаешь классный контент и люди начинают им делиться то есть у меня у всех моих знакомых которые делают рассылки это происходит именно так никто специальные рассылки не продвигает пока это такая немножко такая архаичная штука где нет каких-то законов где нет каких-то правил русском надзор не может заблокировать рассылку это наверное плюс а но это это вообще классно потому что такой дикий запад где все можно и убеждает тот у кого интереснее а еще одна проблема рассылки в том что она очень плохо очень невозможно сказать какая у тебя аудитория потому что нет механизмов отображения этого нет нормального инструмента анализа по крайней мере в той платформе на который я веду а я знаю что в основном люди из россии и сша которые там где-то средний ворс по моему от 25 до 30 и в основном какие-то журналисты редактор фотографы дизайнеры ну больше творческие профессии я веду на платформе мейлер light а еще mailchimp mailchimp такая самая популярная платформа для рассылок я пытался написать сначала первый выпуск через mailchimp mailchimp меня заблочил мой самый-самый первый выпуск который был тестовый я пытался отправить это письмо двум людям себе и маме и я не знаю что-то ему не понравилось а я перешел на mailchimp у меня было одно из самых таких необычных интервью с федором овчинниковым потому что поскольку он дико заиндой человек мы договорились я возьму интервью пока он едет на такси где-то полчаса мы с ним ехали а потом он скажу что слушай типа я тебе еще не все рассказал давайте садим на лавочку в парке поговорим еще и это было так довольно здорово с красильщиком у тебя ты был с ним знаком до интервью нет каким у тебя показался я очень классно ну я к чему люди которые пишут интересно пишут я замечаю не все из них классно рассказывают он очень классно рассказывал мы с ним сели в баре он взял пум пиво и мы так довольно классно посидели а ты не бал пила я не пью а вообще не пьешь очень редко красный что тебе больше запомнилось вот именно из его история ну наверное а мне запомнился как он рассказывал про свой b3 про то как он принимал за стендами наркотики расскажи немножко об этом для тех кому лень читать твои лонг риды я как раз за то что надо прочитать там довольно небольшой фрагмент и я там просто ничего не правило на фрагменте потому что там очень всего жива сам такой известный стулька то я рассказывал уже про то как мне отказал познер когда у меня был его номер я ему позвонил а он в этот момент был в лондоне он отказал со словами что студенту вышки я ничего говорить не буду и что такое почему не знаю но будешь продолжать попытки пообщаться с ним я пока не думал у меня есть ощущение что познер уже все что хотел сказать он сказал но для статуса столь детстве интервью да и для статуса и учитывая то что ему 80 с копейками лет ну это дано честно пока не предпринимал никаких попыток после отказа лебедев отказал с формулировкой приходить когда будет больше аудитория так сколько ему надо не справа давай поговорим о другом твоем проекте явно неприбыльном это метро марафона что это что это где-то посмотрел эту идею или сам придумал да эту идею которую придумали вообще ребята в нью-йоркском метро которые проехали чуть ли не в 90-е годы все нью-йоркское метро за по-моему 23 часа 50 минут с копейками а потом в москве провели ребята яндекс и метамарафон такой есть в яндексе андрейси бранд у которой кстати турбран интервью он проехал московский метамарафон объехал все станции метро за один день я подумал что это классно и решил повторить попросил маршрут и проехал по их маршруту вместе своим знакомым это понравилось это довольно как прикольное ощущение когда целый день под землей метро ну вообще это была цель еще на самом деле у меня есть мечта работы машиниста метро в детстве была я хотел посмотреть в те станции метро и вот я посмотрел и в какой степени почувствовал что ощущает машинист ты поехал москву минск прагу мультира питер да планируешь продолжать да да конечно но ты хочешь делать из этого что-то больше чем ролик который посмотрит на ютюбе 80 человек а продвигать это как-то может быть спонсорство а как там не ну то есть это когда в неком идеальном мире конечно довольно прикольная история про то что мы как можно продвигать спонсировать но пока для меня это история чисто по фану просто потому что ну блин просто потому что я могу проехать это на самом деле довольно прикольное ощущение когда целый день здесь метро и где-то наверное на пятом часу у тебя возникает ощущение что ты всю жизнь в этом метро провел ну и что ты просто куда так бесконечно бесконечно едешь а это класс я катаюсь по многому ради этого общения ты знаком с опрос ником марселя пусто ну конечно да вопрос про смерть оттуда жда я не уверен но возможно может быть да ты не против ли ты задал пару вопросов оттуда да пожалуйста и так же получилось что у меня есть книга твоего любимого журналиста ну да и нас первого точно начать качество которое ты ставишь выше всего наверное наверное честность так хорошо твой главный недостаток я думаю лень из-за которой у меня не хватает некой самоорганизации там если бы я не ленился и как-то правильно организовывал день то мог бы спевать наверное в два в три раза больше венедиктов на вопрос как вы боретесь ли не усказалась ли не ошибаюсь я с ней не борюсь я ею наслаждаюсь а да 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 довольно крутой ответ а герой литературный любим это я думаю что это главный главный герой я повести крапивина мальчик со шпагой потому что это вообще такая очень важная для меня книжка которая довольно сильная оказала влияние в детстве я и ну я как бы сейчас я пересчитываю крапивина где-то наверное раз в год выбор профессии журналиста был связан с тем что у тебя мама занимается этим нет у меня у меня дедушка дипломат и меня первоначально планировал создать демон я должен был продолжить семейную династию но как-то обычно бывает я пошел немножко по своему пути и ушел в журналистику а если бы стал не знаю там консулом какую бы страну выбрала если была бы такая возможность мне хотелось наверное тоже связано как бы с родственниками мне хотелось поехать в какие-нибудь арабские страны потому что у меня там работал и папа и дедушка если попробовать абстрагироваться от этого ну наверно я там сразу что пожил во франции потому что у меня французский просто мой первый язык я его довольно неплохо знаю и хотел бы его применять а так вообще в антарктиде по у меня дипломатов вот надо туда на создать твой топ ответов на твои же вопросы из разных интервью с разными людьми у меня был один из самых по моему популярных ответов на вопрос как я хочу умереть и многие отвечают что я бы еще пока пожил а это довольно прикольно я не могу не спросить как ты бы хотел умереть как я бы хотел умереть в авиакатастрофе над горой клеманжаро мне кажется есть в этом что-то величественное когда такой знаешь легкий одномоторный красный самолет скрывает в тумане горы это романтично просто или что то есть прикольно да это просто прикольно это 19 лет есть у человека страх смерти нет нет ну у меня принципе его нет потому что мне кажется я как-то это принял и осознал и поэтому вот больше всего то что боюсь и больше за что я корю то что довольно много времени трачу пустую потому что время это единственное ограниченный ресурс в этой жизни но надеюсь сегодня было не самое бесполезное сегодня самое не класс я очень люблю рассылку нато покровский такая режиссера она рассказывает про фильмы про свою работу я очень люблю рассылку жени лепёхина это редактор который рассказывает про работу с текстами я очень люблю рассылку серёжа хабарова он рассказывает про свою жизнь про осознанность и так далее очень классная рассылка у ленточки она про тоже провели на протоке портоком я прошел месяц где 5 сочетать и очень классная рассылка у вас и к про технологии и про киберпад я думаю что мы в описании дадим ссылки но ты все я надеюсь вам понравилось спасибо что досмотрели до конца но не убегайте у нас конкурс собственно вот эта книжка которая все весь этот выпуск держала кнопочку subscribe поздно поздно и где кстати есть та самая анкета марселя прусто и ответы собственно просто и самого поздно в том числе на вопрос как бы я хотел умереть поэтому у нас конкурс нужно написать комментарий как вы думаете какой напишите свою версию как бы вы хотели умереть смешную серьезную не имеет значения напишите мне кажется это очень не стандартный необычный вызов будут для вас подумайте об этом пишите все в комментариях обязательно конечно же подписывается на канал кнопочка subscribe не зря тут все это время стоит включать колокольчик и ждите следующий уже пятьдесят первый выпуск франч тиви до встречи пока а 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 и а а Субтитры подогнал «Симон»